А вот программа «Союз Нерушимы» подоспела. Сегодня пятница на часах 13.06. И приветствуем вас, я имею в виду ведущих, в первую очередь, Азиз Агаев. Владимир Сметанин. Добрый день. А чего у тебя настроение приподнятое? Приподнятое настроение. У нас сейчас два часа культпохода было. Мы сегодня не говорили на серьезные темы. Мы решили, что вот два часа будем говорить о театре, говорить о культуре, говорить о том, что можно посмотреть, где можно, так сказать, духовно насытиться. Хорошая, по-моему, для пятницы тема. Понятно. Ну и мы продолжаем в том же духе, да, на самом деле? У нас ведь тоже приятный повод для того, чтобы все время пообщаться, собраться? У нас очень приятный повод. Продолжается праздник. Праздник Навруз. Да. Навруз. Очень древняя история у данного праздника. Вот смотрите, что говорит электронная энциклопедия, как она его характеризует. Это праздник народного оптимизма, победы животворных сил природы и праздник буйного цветения природы. Ну, конечно. Все о том, все правильно. Если отъехать 3000 километров на юг, то, наверное, можно уже кое-где заметить буйное цветение, да? Безусловно. В этом году запоздала весна. Да, вот мы так уже начинаем непринужденно общаться и подключаются наши гости. Ну, пока у нас гости в студии. Вот вы только что слышали голос Рахимы Саитовой. Она сегодня представляет у нас узбекскую диаспору. Добрый день. Добрый день. Год назад мы, кстати, тоже здесь общались, встречались. Да, была у нас. Говорили о Наврузе. Да. То есть понятно уже, что узбеки отмечают Навруз. Ну, то есть у нас сегодня здесь те, кто отмечает Навруз. Да, да. В Таджикистане тоже активно отмечают Навруз. Отмечают три дня, да? Все верно? Три дня подряд отмечают. У нас тоже официально три дня. Три дня. За Таджикистан сегодня у нас отвечают, ну, во-первых, Фарзона Арипова. Мы ее две недели назад приглашали, договаривались. Договаривались. Она здесь держала слово. Фарзона пришла не одна, а Фарзона пришла с подругой. Зовут подругу Шамима Масихоева. Шамима, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Один микрофон на двоих. Еще один гость подоспел у нас, это Андрей Седавных, директор Дома Дружбы Народов. Добрый день. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, вы всех знаете, всех, кто в нашей студии присутствует, всех прекрасно знаете. Да. Наверное, нам на правах русского населения нашего города все-таки поздравить нужно с праздником Навруз наших гостей. Так, Италий Васильевич? И вас поздравляем. Да, и меня, может быть. Девушек поздравляем. Девушек поздравляем, да. Спасибо. Я, кстати, накануне позвонил Азизу Алиовичу, говорю, Азизу Алиовичу, я понять не могу, вот Навруз, это что, Новый год, это наступление весны, Азиз Алиович говорит, это все вместе. Да. Это вот и весна, и Новый год, и обновление. Обновление. Просто... Когда день равняется ночи. Да. Можно не останавливаться. Это и праздник Нового года, и праздник любви, и праздник обновления, и чего хочешь. Да. Ну, это я не знаю, как у... У нас также праздник, как 21 марта именно начинается, день равняется с ночью. И этот праздник отмечают, как для европейцев, это для Новый год, для Узбекистана считается Навруз. Навруз, это как Нав, это Новый день. Новый. Рус, это день. Нов, Новый. Да, Новый день. Отмечает этот праздник. Ну, к слову, день, наверное, философски надо подходить, да, то есть это все-таки не просто Новый день, а... Рус, это по-персидски как, по-таджикски, что ли. Рус, это день. По-персидски, да. День, считается. Головой уже качают наши... Само слово персидского, да, происхождение? Иранского происхождения. И Уз? Уз или Рус? Рус. Рус, Рус. Нов, это Новый. Что такое Рус? Рус, это день будет на Зажитском, Нав, это Новый, получается Новый день. И у нас тоже отмечать его три дня, официально у всех выходной, все отмечают. Бывают очень такие большие концерты у нас, мероприятия всякие. В общем, вся страна празднует, все отдыхают, скажем так. Весь Аджикистан, весь Узбекистан, весь Азербайджан. Да, да, повторите, кто еще? Восточные страны. Частично Аджестан, Афганистан, Иран. Тюркские страны, Иран. Все, где было влияние, значит, влияние философии огнепоклонников, философии зардуштизма, да. То есть все, где, значит, вот именно эта философия главенствовала. Которая, кстати, плавно потом перекочала священные книги. Да, но мы к этому еще вернемся, да. Я хочу уточнить, работать прям запрещено-запрещено под страхом? У всех, прям вот, все отдыхают. У нас отдыхают. Нет, в главных этих, ну, вот, обязательных местах все равно работают. Нет, у нас все равно выходное считается. Банки не работают. Банки не работают. Везде вот прям. Магазины. Там не можно работать. Ну, магазины частные работают, конечно, магазины частные, которые... А вот где вот правительства, вот такие вот, ну, государственные, они закрыты. То есть у всех выходное. В христианстве тоже ведь есть дни, когда не рекомендуется, да, когда праздник, не рекомендуется работать. Конечно, конечно. Ну, давайте начнем с самого, собственно, первого-то дня. Он самый торжественный или как-то вот все дни самые-самые торжественные? Ну, к этому дню готовится очень... 20 марта, да. Да, к этому 20-21 марта готовится уже за 15 дней начинается готовиться. Вот в Узбекистане за 15 дней, да? Ну, да. Заранее готовят, заранее выращивают вот эти пшеничные, вот эти... Ростки. Ростки, да. Пшеничные ростки. Так, Андрей Васильевич подключается. Обновляется природа, везде чистят, везде пищут. Давайте про раскинку поподробнее. Вот сейчас передо мной картинка, но я смотрю по разному в Азербайджане. Навруза. Это называется в Азербайджане сэмэнни. В Узбекистане как это называется? У нас просто ростки пшеницы, да. Но из нее готовят главное легендарное блюдо сумаляк. Да, да, да. Из этого блюда мины. Готовят и у нас тоже. Более того, на стол, я так понимаю, я не знаю, как... Очень интересно послушать. В Азербайджане на столе должно быть 7 явств на букву S. S и 6. S и 6, да. Все верно. Сумаляк, сэмэнни, там, ну, сэмэнни тоже считается, там, ну, там рыба по имени сэ, там, сээзэн или как-то там, как бы... Еще и сэмсам. У нас еще из зелени готовят, вот, все зеленец, зеленых вот этих лопух, вот из всяких вот этих мята, да, из всяких этих трав готовят самсу, пирожки готовят, чебуреки, пельмени готовят. И это потому, что пельмени... Пельмени с растительной начинкой. Да, с растительной начинкой. С зеленью, да, готовят. Подождите, все, что к этому моменту взошло, это все можно пускать. Пельмени по-узбекски. Чучвара. Чучвара. Да. А по-таджийски тушпера? А, вот у нас тоже озвучрая. Похоже все равно, да, как-то? Да, да. В Таджикистане точно так же, да, принято? Там, потому что много витаминов. Нет, у нас пельмени бывает только с мясом, насколько я знаю. А вот самса, да, она действительно у нас бывает с мятой, там, с травами, с тыквой бывает, что делают. Рассказывайте, это любимая тема Володи. Мы опять на еду спалит, любимая тема. Праздник наступил, надо садиться за стол и что-то есть, все есть. Ну, сегодня, я так понимаю, что нас порадовали наши гости, да? Ну, вот как и обещали в прошлом вечере, как и обещали, да. Сегодня у нас на столе самса. Слоеного теста. И что еще, вот этот вот пирожок, как сверху, который... Нет, это все самса, просто там формы разные, да, формы разные. Трехугольные бывают, квадратные, ой, четырехугольные, круглые бывают, мясо, мясо и немножечко такое остренькое. А остренькое, это со спенсами, да? Да. Ну, спасибо большое, конечно, у нас тут не часто сюда в последнее время. Может, делаем перерыв и попробуем. Слушатели нас не поймут. Давайте все-таки словами и речами. Андрей Васильевич, вас хочу спросить, на базе Дома Дружбы Народов на ВРОС уже отмечали? Ну, в этом году мы отметили его в первый раз в связи с тем, что Дом Дружбы Народов действует в нашем регионе с середины прошлого года. Свеженький дом, свеженький, новенький, да. Новенький, несмотря на то, что их уже по стране 167. И в регионах не по одному Дому Дружбы Народов. Это в Татарстане, например, там все венчает Дворец Дружбы Народов, находящийся в Казани и в райцентрах Дома Дружбы Народов. Ну, это пример для всех. Да, это пример для всех. Ну, это в этом году впервые отметили Новый год, да? Да, это впервые, разумеется. И совместно таджики, азербайджанцы, узбеки, дагестанцы, да? Вот этот праздник, он полностью соответствует статусу и названию Дома Дружбы Народов. Ну, вот первый раз действительно этот праздник совместно отметили благодаря тому, что появился вот Дом Дружбы Народов. Спасибо вам. Ну, да, но этот праздник все народы, которые его отмечают, начали праздновать, ну, в далекий исторический период и благодаря... Еще раз подчеркнем, что нельзя праздник напрямую считать связанным с мусульманским. Еще раз повторим, да. Это доисламский праздник. Доисламский праздник, да. Он связан больше, более с природой. Да. Но я хочу напомнить, что в истории России также часть периода исторического Новый Год праздновался весной. Да, был дел. Да. Древнеславян, да. Древнеславян. Древнеславян, да. Поэтому все здесь, все, я думаю, народы по природе своего происхождения совпадают с самой матушкой природой. Александр Васильевич, Андрей Васильевич, извиняюсь, да, Андрей Васильевич, вот... Вы готовили и организовывали этот праздник. Все вам удалось, вот все, что хотели сделать? Я считаю, что при тех возможностях, которыми на сегодня обладаем, ну, мы сделали максимум. Что можно было сделать. Да, и самое главное, что было сделано, это была максимально привлечена активность наших кировских национальных общин, и, в общем, мы вместе сделали этот праздник. По дворе готовили еще плов и раздавали еще этот плов. Это готовили узбеки или таджики? Таджики готовили, да, в больших котлах готовили, и было очень вкусно. Таджики готовили, узбеки кушали. Нет, 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 это было не так. И наоборот, узбеки готовили таджики кушали. Азербайджанцы были казан. Не зря же, дружба народов называется. Азербайджанцы пробовали, у кого лучше плов, у таджиков или узбеков. Да, кстати, на свежем воздухе, да, это проходило? Да. Празднование француза. Ну, да, да, был на открытом воздухе. Ну, надо это еще обсуждать. Я думаю, что на будущее, может быть, есть смысл все-таки переместить где-то под крышу это дело. Возможно, возможно. Чтобы не зависеть от погоды. Дело в том, что я хочу сказать, что на проведении праздника на улице настояли руководители диаспор. В связи с тем, что праздник весеннего обновления должен праздноваться на улице. Чтобы видеть эту самую природу. Также озвучивалась идея использования огня. Но, как известно, открытый огонь на улице. МЧС не разрешил, я скажу, да. А дело города Кирова, да, разводить запрещено. Поэтому на будущий год, возможно, мы, вот это очень важно, либо какие-то элементы, либо символы огня должны, на мой взгляд, придумать. Придумать, да, продумать, как сделать присутствие огня возможным. Потому что праздник без огня, как бы. В Узбекистане, в Таджикистане. В каком виде огонь присутствует на праздновании Навруза? У нас в Таджикистане... Нет никакого костра? Нет ничего? У нас просто сумаляк готов. В Азербайджане много костров. Много костров и в городе Баку. И прыгают, да? Прямо в городе. Прямо во дворах люди разжигают костры. Ну, слава богу, я не слышал, что там какие-то происходили. И что с кострами происходит? И по 7 раз прыгают. И прыгают, да, и загадывают желания, наверное, да? Да. Прыгают через костры. При этом по желанию там... Ну, то есть этот порядок в Азербайджане, он это есть. Понятно, что это, может быть, не отвечает нормам пожарной безопасности. Но праздник есть праздник. Древние славяне, прыгая на Ивана Купала, да, тоже не отвечали требованиям пожарной безопасности. Ну, правда, это, Ивана Купала, у нас все-таки июль месяц. Ну, да, летний месяц, июль. В прошлом году было же азербайджанцы... Ой, позапрошлом году, по-моему, они в ресторане там, вятка или как там, у реки. Да, диалог. Было, и там был этот костер был, и прыгали там, было, еще салюты были там. Было очень интересно. Рассказывайте, а то МЧС услышит и... Ладно, давайте пойдем все-таки к порядку. Праздник Навруз. Разрешено ли праздновать представителям других вероисповеданий, национальности или как-то вот... Нет, конечно, любой желающий может. Вне зависимости от веры, вне зависимости от национальности он может включиться в празднование этого праздника. Да, конечно, у нас в Узбекистане же живут и узбеки, и русские, и татары, и корейцы живут. Все присоединяются к этому празднику. Приход, да, вот что в первый день-то принято обязательно делать? Там как-то распределение по дням идет четко или нет? Самое главное то, что вот... Это форзона, да. Как-то в Узбекистане. Ночная 20 и 21, получается, нужно уже готовить сумыляк. То есть всю ночь нужно тщательно готовить, его перемешивать, перемешивать, не останавливаясь. И вот в этот момент у нас все собираются, вот... Женщины, девушки... Да, по очереди, да, вот все у нас вот начинают готовить и загадывать желания в этот момент. Вокруг котла. Бывает, что камешки, да, кидают, загадывая желания. Вот общность как бы этого праздника вот со славянским, ну, в принципе, так, то, что о чем говорит. Камушки, чтобы не пригорало. Да, и грецкие, но и, чтобы заказывать желания. И еще, да, свидетельствуют вот способы гадания. Да, да, точно. Вот, они прямо один к одному. Ну, я думаю, что вот в Азербайджане кидают, например, туфлю там девушке. Туфлю. Или там сапог, я не знаю, у кого что есть. И каким, куда в каблуком будет, оттуда придется ужин. Носик показывает, а оттуда будет, значит, там... У славян тоже есть. Да, потом там гадание иголками, там, вот встретятся две иголочки с ниткой в воде, там, значит, или не встретятся, да, то есть эти происходят. У нас это тоже происходит. Потом так называемое калядование, которое там, вот, то есть дети идут к дверям, значит, стучат, вот шапочку подставляют, да, так же в Узбекистане. Это все дни празднования, да, можно ходить? Да, но в основном первый день. Первый день. Ну, в основном первый, да. Ну, ведь Навруз связан со щедростью. Да, угощают все. Принято угощать, чтобы потом пришла удача в дом. Всех угощают бедных, угощают соседей, угощают родственников. Все проводятся гуляния, всякие ритуалы национальные, вот эти. У нас еще петушиные бои бывают, еще вот эти джигиты еще борются. Пахлеваны, да, или как их... Ну, вот пытались, кстати, Андрей Васильевич, на празднике-то, ну, значит, показать, что такое. Да, да, но мы заранее договорились, что это будет прежде всего не турнир, это будут показательные выступления. С тем, чтобы наш праздник все-таки из состояния праздника не переходил в спортивное состязание. Ну, хотя это, ну, как бы, было бы и неплохо, если бы... Конные турниры добывают еще. Да, если бы у нас есть диаспор, например, поучаствовали бы, так сказать, в борьбе. У нас еще все впереди. Может быть, как предложение записать там на будущее, что все-таки, может быть, и превратить это в турнир, скажем, такой, тех, кто вот хочет поучаствовать, и пусть поучаствуют. Ну, понятно, они не профессионалов, а тех просто, кто хочет там из молодежи там поучаствовать и так далее. И вот еще одно, может быть, там, предложение, вот, Андрей Васильевич, и, может, еще одно предложение. Вот так называемый, значит, конкурс художественной самодеятельности. То есть каждый готовит номера, да? Не каждый, каждый диаспора. Да, представляет нам обозрение. Потому что я вот, хорошо на празднике, но я понял, что вот таджикские, так сказать, делегации на празднике, там, можно было там часа три-четыре смотреть, как они там. Мне очень понравилось, как они танцевали, там, пытались, так сказать, да? Да, мы в этом году уже проводили и праздник таджикской диаспоры, и праздник узбекской диаспоры. И все прошло дружно, весело, с чаем, разными вкусностями. И, кроме этого, мы провели уже конкурс татарской кухни, также с довольно большим представительством нашей татарской диаспоры. И сейчас единственная задача – это сделать эти праздники достоянием общественности. То есть, чтобы… Ну, понятно, чтобы больше людей, чтобы горожан, да? Они приобретали определенную открытость. Да, мы, несмотря на то, что мы не отказываемся ни в коем случае от того, что есть мероприятия, которые связаны исключительно со сбором самих национальных общин. Ну, то есть, их событиями, но вот будем работать в области придания этим событиям общественного характера. В Таджики… Мне хочется, да, еще об основах поговорить. В Таджикистане, в Узбекистане, в Азербайджане Навруз празднуется массово? Массово, да. Нет, нет, я имею в виду, не каждая семья там по отдельности тоже выходит куда-то, большая площадь. Да, концерты, гуляния, всякие праздники. Очень интересно же бывает. Дети, взрослые, дедушки, бабушки – все выходят на праздник. У нас вот в Баку, например, президент каждый год выходит, значит… К людям. К людям. И поздравлены. И с яичком, значит, вот с крашеным борется. То есть, прямо вместе со всеми. То есть, он выходит и как бы вот он лично участвует в этом празднике. И яичко. Кстати, да. Тут, само собой, Пасха вспоминается, да? Ну, тут просто в красном яичке, да, дело там в крашеном. Яичко также крашеное. Крашеное, да. Оно действительно очень и очень как бы, ну, как это, перекликается с крашеным яичком в празднике. Да, Узбекистан, Таджикистан. У нас тоже. Тоже, тоже крашеное. Да, яичко также символ жизни. Да. Соответственно. Поэтому он и появляется. Символ наследия. В этом празднике. Да, рождение. Рождение. Поэтому я хочу сказать, что если кто-то хочет реально посмотреть на врусы, Андрей Васильевич не будет обижаться, там реально большой праздник, там, да. Просто надо приехать на, значит, в Азербайджан на неделю праздничную. Или в Ташкент. Да, или в Ташкент. Вот. И реально увидеть там праздник с большими кострами в городе. Или в Душаны-Бе. В городе-то это не, вряд ли. Ну, делают сейчас. Сейчас и в Казани делают, это национальные блюда. Сумоляк там готовит. У меня там дочери учисы. Можно смело проводить ведь еще и параллели с православной Пасхой. А, простите, с православной Масленицей. С Масленицей. Конечно. Масленицей. Конечно, конечно. Вот я думаю, что в этом смысле больше подходит как раз Масленица, потому что Масленица, она тоже... Тоже проводит зимы, встречи весны и так далее. Кстати, одна ведь из задачи, одна из составляющих частей Масленицы, это вот когда все выходят вместе, что-то делают, играются, забавляются, празднуются. Молодые люди присматриваются друг к другу. Да? Есть такая составляющая в Наврузе? Конечно. Да, конечно. Будущего мужа, жену присмотреть себе. Есть ли такая составляющая? Ну, есть. Вот я сейчас спрошу вас, а потом скажу про Азербайджан. Вот молодежь танцует в Узбекистане и в Таджикистане? Конечно, танцуют, да. Танцуют. Да? Им бывает очень... Какой танец в Узбекистане танцуют? Ну, как, народный танец танцуют, любую музыку ставят. Вот, когда они, например, за руку берутся там и пошли в круг там. А, хоровод? Да, хоровод там. Есть такой танец? Такого нет, но танцуют парами, скажем. Девушка-парень. Просто обычные национальные танцы, которые вот, кстати, у нас и в Доме Дружбы Народов были, и в университете у нас проходил 21-го. Вот такие вот танцы бывают. То есть в этом ничего такого для нас нету. Ну, то есть вот... Подожди, танцуют только молодежь или... Нет, все, но это место, где можно... Ведь, главное, во время танца можно увидеть много чего ты хочешь увидеть, как бы, про мальчика и про девочку. Не нравится, намного наступить, да? Ну, да, главное, да. Вот. А в Узбекистане тоже не берутся за руки? Нет, у нас тоже не берутся. Это не принято. Ну, вот, а в Азербайджане есть такой танец, Ялла называется. Ялла, да. Как переводится? Ну, Ялла – это наша песня, вообще-то. Ну, песня-то, может быть, ваша. Восток – дело тонкое, как бы, да. Я, в принципе, не спорю, потому что сейчас каждый из нас может сказать, что там Фердауси, там, форситский поэт или... Он таджик. Смотрите, вот Фердауси уже... Он русский. Уже таджик там, да? Вот, поэтому тут можно... Это любимая тема, значит... Для спора. Любимая тема для спора. Какой поэт, чей поэт, там, не был ли родственник Фамара Хайяма из, там, Фарси, или он сам был там, ну, и так далее, и так далее. То есть, это-то понятно. Вот. А что касается танца, девочка, мальчик, девочка, мальчик, за руки взялись и, как бы, в один хоровод. Что сейчас, может быть, не характерно для узбеков и таджиков, а может быть, в истории такой танец существовал доисламский период. Ну, доисламский, да. А после... Поэтому, а у нас он сохранился в Азербайджане, как танец Ялла называется. И как там танцуют? Очень красиво. То есть, можно в интернете потом, как бы, задать и посмотреть, красивый танец Ялла, мальчики, девочки вместе танцуют танец там. А сейчас, а сейчас, вроде как, считается, что чужой мужчина, чужую девушку нельзя, да? Ну, более... Нет, если они все знакомы, они как могут тоже танцевать вместе. Не за руку, конечно. Не за руку, вот, именно с вами за руку. А вместе, да, неважно, там, все празднуют, танцуй с кем хочешь. А вот за руку нельзя, желательно нельзя. У нас реклама. Нам надо прерваться, мы очень скоро продолжим нашу программу «Совет нерушимый». Напомню, что мы говорим про празднование Навруза. Полторы минуты. Не скучайте. СОЮЗ Нерушимый Азиз Агаев, Владимир Сметанин, ведущий программы «Союз нерушимый». Давайте еще раз представим наших гостей. Да, сегодня с нами Андрей Васильевич Седавных, директор Дома дружбы народов Кировского, новоиспеченного, и который организовал новый, первый раз праздник Навруз в городе Кирове, который состоялся у нас 19 марта. Да. И, значит... О традициях празднования Навруза в Узбекистане... Да, сегодня с нами представительница узбекской диаспоры Рахима Саитова, представительница таджикской диаспоры Фарзона Арипова и Шамима... Шамима. И вот у меня все время на последний слог тянет поставить ударение. Это у меня азербайджанская, извините, пожалуйста. Масихуева. Ну, что это часто... Шамима Масихуева. Масихуева, да. У нас времени остается, на самом деле, не так много. Понятное дело, что праздник с огромными корнями, очень много. Ну, давайте по основным еще моментам каким-то попробуем пройтись. Что обязательно, вот обязательные атрибуты этого праздника? Ну... Кроме кухни. Вот давайте... Да, вот, значит... Вы сказали, что за 15 дней праздник начинается. Да. А в Таджикистане как? У нас вот с самого... Получается, начало марта уже начинают готовиться. Тоже так же получается. А у вас придают значение вот к вторникам? Нет. Вот в Азербайджане начинается за 4 вторника до 21 марта. То есть месяц получается. Да, да. И как раз вот Сямяни, ну, это, как вы говорите, пророщенное, так сказать, Сямяни называется в Азербайджане. Зерна мочат для проращивания в первый вторник. И этот первый вторник называется, если я не ошибаюсь, Су-Чар-Шамбаси. То есть водный вторник. Весь праздник, смысл праздника посвящен 4 стихиям. То есть все оживает. Водная стихия, потом оживает огненная стихия. То есть от Чар-Шамбаси. Потом оживает, значит, воздух, да, горячий, теплый. Воздух там появляется. И последний оживает у нас земля. Земля. Вот. Начинается посев, да. Да. И в Азербайджане фактически начинаются маленькие праздники каждый вторник до праздника. То есть мы празднуем обновление воды, празднуем обновление огня, празднуем обновление воздуха и обновление земли. То есть этого нет в Азбекистане и Таджикистане, да. Но на самом деле смысл как бы вот этих 4 стихий, я почему скажу, хотя праздник доисламский, ислам ему имеет непосредственное отношение. В конечном итоге Бог создал человека, вдохнув в него воздух, да, дух, но замесил на воде глину, обжег человека в огне и дунул в него, значит, жизнь. То есть и по крайней мере в Азербайджане зардуш считается пророком. У нас тоже так считается, но все же считается не исламским, да. Не исламским. То есть но почитаемым. То есть у нас вот почитаемым пророком считается. При всем при этом. Это означает, что несмотря на то, что вроде как праздник языческий и посвящен 4 стихиям, все эти вещи плавно перетекли. В конечном итоге в религии. Ну давайте поподробнее, как подготовка-то происходит в Узбекистане, в Таджикистане? Ну как, готовят. Надо привести жилище в порядок, в том числе, да, в чистота, чтобы была. Это, кстати, вот обязательно требование, да, чтобы дома было как бы чисто. У нас ждут гостей еще. Шлать мне еще выкидывать старые вещи. Выкидывают, да, старые. Одевают новые в праздник. Сжигают, да, обязательно одевают что-то новое. Каждый. То есть новая вещь, новая вещь обязательно важна быть? Да, новая вещь обязательно одевает, да. Сделанные, шитые специально вот к нынешнему Наврузу. Ну это зачастую, это традиция связана с празднованием Нового года и в других странах. Кроме стран Востока, да? Ну, наверное, что-то дарит новое. Тут мы плавно подходим к подаркам, да? Да, да, да. Давайте подарки марки дарят. Традиционные подарки на Навруз. Рахима. Новое платье. Ну, а обычно мужчинам, мужчинам, детям, пожилым что? Обычно мужчины дарят женщины или платье, или платок красивый. Но что-нибудь все равно новое обязательно бабушкам, мамам обязательно делают. И также мужчинам тоже, там, тюбетейки, кафтаны национальные, там, одежду какую-нибудь обязательно дарят. Инструмент какой-нибудь, не знаю, приспособление, нет? Ну, инструмент, если надо, тоже дарят. Я помню в прошлом... Нет, у нас бывает, например, ярмарки, и там это выставляют национальные сувениры всякие, например, ковры национальные, которые ткут в хиве. Еще что-то, вот эти тарелки национальные, всякие. То есть все то, что, в общем-то, в быту пригодится, да? Да. Без чего не обойтись. Ну, подарки, да. А как в Шаджикистане? А Фарзона, кстати, в прошлый раз говорила, что таджикские женщины очень любят получать подарок тканью. Отрез. Отрез для того, чтобы самой что-нибудь потом шить. Да, кстати. На наброс тоже могут? Да, да, да. Они очень дорогие, они очень красивые. Кстати, из этих тканей мы шьем национальную одежду, которую, вот, и в праздник мы одеваем. То есть это самое лучшее. Ну, я считаю, что так. У нас также приняты отрез, материалы всякие, дарят тоже. И потом мастерить непосредственно. Самой, да. Можно заказать специалистам, специалистке, мужчинам, что дарят в Таджикистане на наброс. Детям, родителям. На данный момент, конечно же, дарят, можно сказать, технику, или там, мобильный телефон. Ну, это сейчас уже все классно. Вообще принятые цивилизации. Аксессуары. Цивилизация, да. Ну, женщины, как и в прошлый раз я говорила, могут подарить какое-нибудь украшение. Золото. Да, золото. Ну, ничего себе, на 8 марта золото, на наружу золото через 2 недели. Ну, ты знаешь, философия какая, что... Философия такая, что это восточная философия. Это исламская традиция. Ну, она не совсем исламская. Она что, женщину надо украшать. Если это твоя женщина, ее надо украшать. То есть, так или иначе, она либо мать, либо жена, либо, как бы, дочь. Ну, ты ее... То есть, ее мужчина, некое соревнование такое даже? Оно не соревнование, но просто... Кто лучше украсят? Ну, это любимые твои, как бы, женщины, девушки там и так далее. И ты просто украшаешь. А что может быть, кроме золота, самое дорогое в материальном смысле? Помимо того, что ты даришь свою любовь, ты даришь золото. Ну, золото, бриллианты, серебро, не знаю, там, серебро же тоже бывает великолепно и дороже, чем золото. Такое бывает серебро. Это у всех, не только у нашей нации золото любят, наверное. А мы еще говорим, важен не подарок, а внимание, да? Да, и вот такое внимание, как бы, да. Ну, и угощение, конечно, эти. Возвращаемся к угощению все-таки, да? Вот как под колес нашей беседы. Ну, как без угощения. А как долго вот вы праздничный день, там, в праздничный день, там, вот собираются все вместе? Ну, вот когда готовят сумаляк, до утра никто не спит. Никто не спит. Все пляшут, поют песни, рассказывают анекдоты. Всю ночь и готовят приеду. Да, потому что, чтобы не подгорел этот сумаляк, блюдо, это такое... А днем-то потом как? Ну, днем-то так. Потом спать, 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 спать. Сумаляк, силы много и дальше. Днем потом как-нибудь два часа, наверное, отдыхает, а потом... Надо угощать всех сумаляком, всем раздают, со всем близким, родственникам. Давайте, мы забыли напомнить основные ингредиенты сумаляка, давайте напомним. Сумаляк? Из чего, да? Из ростков пшеницы готовят сумаляк, масло добавляют, муку добавляют туда, и все. Больше ничего, сахара не... Вы в этот раз готовили сумаляк здесь? В этом году нет. Мы в прошлом году готовили. А что же вы до утра делали? Было очень холодно. Мы до утра плясали, готовили. Было очень холодно здесь. Обязательно на открытом огне это должно готовиться, да? Да, это в огромных котлах. Чтобы это не пригорело, это блюдо, надо обязательно туда камушки бросить, или грецкие орехи. С крупом? Да. Или целиком? Целиком, целиком. А рыба является обязательно на столе? Нет. У нас нет. У нас самое главное, что в заводах, самса и сумаляк. А плов? Плов обязательно является главным. А у нас еще куру топ. Как я и говорила в прошлый раз, куру топ. Кстати, в этом году у нас был наше национальное блюдо. Напомните. Там оно у нас в стадии слоеного теста. А, вот и вот масло-то мы все, про масло-то говорили. Но вот в этом году-то у нас был в университете. Это что за блюдо? Куру топ, это национальное блюдо. Там слоеное, молочный продукт идет. И вот специальное масло с сахиром. Вот я не знаю, как на русскому. И потом салат по вкусу, кто как хочет. Можно и с помидорами, с огурцами, с луком. Это уже по желанию. Вот в этом году у нас он был в университете. Кстати, все пробовали, всем очень понравилось. Все были довольны. Следующий раз куру топ, когда теперь будет? Вот, кстати, у нас фестиваль будет. У нас же открывается организация, это женской молодежь, Кировской области. Вот, и мы планируем, что вот этим летом где-то будет, по-моему, 12 или 13 июня. Вот там вот очень мы надеемся, что... Это будет в университете или в доме дружного? Нет, нет, в Александрском саду будет. Ага, это когда? На фестивале? Да, наверное. На фестивале? Вместе вятка? Да, да, да. А, ну мы тогда куру топ попробуем. Кстати, да, пара минут буквально остается. Какая-то особая церемония прощания с Наврузом есть? Предусмотрена? Ну, на масленицу чучело сжигают. А Навруз? Угощают, наверное. Угощают, да, все. Ну, в Азербайджане особо нету. У нас есть, как бы, ключевые фигуры, я не знаю, как в Узбекистане и Таджикистане, да, есть ключевые фигуры. Три ключевые фигуры. Первая девушка весна. Это фигура на празднике в обязательном порядке присутствует. Потом кёса. Ну, это, типа, вредный, это самый такой... Чертёнок. Такой бородой, с редкой, бородой такой, как бы... То есть отрицательный персонаж. Отрицательный. Весна положительная, это отрицательный. И Кечаль, ну, лысый персонаж, ну, так скажем, шутник типа Петрушки, который там, да. Кечаль обязательно с козой, как бы. И вот вокруг, как бы, этих персонажей происходит очень много всяких... То есть они заводят, да, чтобы сказать, публику. Они заводят там толпу, да, и все там... Обязательно присутствие национальных инструментов, национальной музыки. Обязательно. У нас только девушка, как весна, идёт. Девушка весна? Да. Подождите, то есть это реальная девушка наряжается? Да, девушка облачается в это, да, всё. И вот её назвать девушкой весной, вот она вот, она обязательно должна присутствовать. То есть она ходит, как-то вот улыбается всем, там что-то, общается. У нас ещё и конкурсы бывают для выбора девушки весны. А, то есть это должна быть самая красивая? А в этом году мы проводили здесь конкурсы? Нет, пока. Мы надеемся в следующем году. Очень постараемся. В клинике Станика? Ухима, есть какие-то персонажи? У нас тоже, как весна, девушки одеваются, вот красиво одеваются, с цветами, с весей. Вот весной же расцветает. Ну, благо, что есть уже цветы к этому. И вот Азиз Алиевич назвал на азербайджанском языке, можете ли вы назвать, как у вас называется девушка весна? Бахар. Бахар, всех одинаковый. У нас тоже Бахар, у них Бахар. В буквальном переводе это. Весна, просто весна. Бахар, весна. Бахар, весна. Даже есть такое имя женское, Бахар. Гюль Бахар, правильно. Можно Гюль Бахар, можно Ай Бахар, можно как угодно там. То есть это, наверное, одно из самых почитаемых женских ему. Вот Гюль Бахар сказала, весенний цветок, а я сказал, Ай Бахар, это значит весенняя луна. А есть такое слово? Ой, у нас ой, это луна. Меж тем, время программы... Мо. Меж тем, время-то программы нашей истекает. Андрей Салимович. Может, продолжим? Еще не все. Увы, к сожалению, нам звукорелесер не позволит это сделать. С праздником еще раз. Всех нас давайте с праздником поздравляем. Всех, потому что это праздник обновления, праздник нового дня, нового года и новой жизни. Мы поздравляем всех. Андрей Васильевич, с праздником. Двери Дома Дружбы Народов для всех открыты. Так ведь? И не только в праздник. И не только в праздник. Для всех добрых людей двери Дома Дружбы Народов открыты. Кто хочет жить совместно, хорошо, дружно. Да-да, совершенно верно. Спасибо нашим гостям. Спасибо, завершаем на этом программу. До встречи через две недели здесь же в нашей студии в это же время. Да. До свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ